Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами начинаем абсолютно новый курс в рамках работы с техническими задачами, с техническими вопросами, но и будем пересекаться на самом деле с бизнесом. О чем же будет этот курс? Этот курс будет о программном обеспечении и системах. Он будет посвящен программной инженерии и разработке систем программного обеспечения. В нем будут рассматриваться большие проекты программного обеспечения и информационные системы предприятий. Давайте сначала определимся с терминами и определениями. Хоть это автология, но без этого никак. Программная инженерия – это область информатики, имеющая дело с созданием систем программного обеспечения, которые являются настолько большими или настолько сложными, что создаются коллективом или коллективами инженеров. В этом определении есть несколько очень важных пунктов. Прежде всего, создание систем программного обеспечения. Дорогими словами, можно было бы сказать о разработке систем. На самом деле, программная инженерия – это несколько большее, чем, собственно, разработка ПО. Оно включает также и сопровождение программного обеспечения. Подобно любому техническому изделию, типа моста или дома, программное обеспечение должно поддерживаться, о чем, кстати, очень часто забывают при внедрении учетных систем, построенных на платформе 1С. В отличие от случая технического типичного изделия, сопровождение ПО включает его развитие, добавление новых модулей. На самом деле, здесь похожим является тюнинг автомобиля. И глубокие изменения в самих основах продукта, чего, собственно, в автомобиле бывает, ну, практически не бывает, потому что очень редко из домашнего седана делают БелАЗ. А вот в ПО такое бывает. В этом плане разработка ПО дополняется его обслуживанием. Важное определение – это система. Система – это целенаправленное собрание находящихся в взаимосвязи компонентов, которые работают вместе для достижения некоторой цели. Разработка системы обслуживания связана с процессами, методами и инструментальными средствами производства программного обеспечения. Поскольку программное обеспечение является моделью действительности, его разработка связана с моделированием продуктов программного обеспечения. Система – это больше, чем просто программное обеспечение. Инженерия системы связана со всеми аспектами разработки и развития сложных систем, в которых программное обеспечение играет главную роль. Инженерия системы, по сути, это то, что можно назвать архитектурной работой. Именно в ней происходит понимание разнообразия элементов, участвующих в самом программном обеспечении, анализе, взаимодействии этих элементов, проектирование решений и организации этих элементов в систему, которая может быть изделием, сервисом или технологией преобразования информации. А так как ПО играет главную роль в большинстве современных систем на уровне бизнеса, то наш курс немного и об инженерии систем как общего понятия. Большинство проектов по разработке ПО выполняются в связи с организационными потребностями заняться задачами именно бизнес-уровня, бизнес-домена или необходимости получить какое-то дополнительное, дополнительное, конкурентное преимущество. Проектирование программного обеспечения – это запланированная операция, предназначенная для создания программного продукта или сервиса, выполняющегося в течение определенного времени. Вот прекрасное определение. Прекрасное определение. Вот поэтому у нас очень часто сталкиваешься с ситуацией, когда информационные технологии работают ради информационных технологий. Проектирование ПО – это инструмент решения задач бизнеса. Потому что если это не инструмент решения задач бизнеса, то не надо проектировать ПО. Пустая трата времени. Есть определение фаулера, что промышленные приложения часто содержат сложные данные, большинство их работает на основе бизнес-правил, которым не хватает логических проверок. Да, когда мы говорим о разработке программного обеспечения, мы вынуждены постоянно обращаться к такому понятию, как бизнес-правилам. Мы дальше будем об этом говорить. Есть у нас такое понятие, как отказы ПО, отказоустойчивость ПО. Мы будем говорить о функциональных и нефункциональных требованиях. Теперь такой момент. Жизненный цикл разработки. Первое. Это всегда. Абсолютно всегда. Разработка концепта. Мы неоднократно вернемся. Это я показываю пока общее такое, водное. Разработка концепта. Затем. Проектирование. Затем. Без проектирования это неплохо, это ересь. Затем. Реализация. Есть много разных видов. Мне нравится такое. Затем тестирование. Дальше у нас идет передача заказчику. Я оставлю в стороне этот квадратик. Тестирование и сопровождение. Давайте с вами начнем наш разговор о жизненном цикле. В обычном окружающем нас мире жизненный цикл означает изменения, которые происходят в жизни животного или растения. В программной инженерии термин жизненный цикл, на английском языке life cycle, применяется к искусственным системам по означает изменения, которые происходят в жизни программного продукта. Различные стадии между рождением изделия и возможной смертью известны как стадии жизненного цикла. Изменения, а следовательные стадии являются последовательными. Изделие создается поэтапно заряд стадий. Таким образом, разработка является повторяющейся пошаговой. В конечном счете, изделие поэтапно выводится из работы. На самом деле, это в сказке, что давайте мы перейдем, например, с САПа на 1С. САП ERP на 1С ERP. И что? В один день? В один день это невозможно. Постепенно выводятся одни блоки из САПа и переводятся в блоки 1С. Вот вопрос для тех, кто очень внимательный. Круто, молодцы. Каких тут не хватает пунктов? Я вам скажу. Во-первых, здесь не хватает пункта анализ требований. И здесь не хватает пункта интеграции и внедрения. Важно понимать, что сопровождение, даже если оно развивает систему, идет в конечном счете к улучшению первоначальной структуры. То есть система становится унаследованной системой. Она не может больше быть усовершенствована. И даже вспомогательное корректирующее сопровождение становится большой проблемой. Вся система или основные ее компоненты должны постепенно удаляться. Осознание, что система является унаследованной, приводит, собственно, к решению разработать новую систему или заменить ее. Это стимулирует новый жизненный цикл, пока постепенное сокращение старой системы и синхронизация новой системы приводит в параллель. Пока новая система не будет полностью развернута для пользователей. Классический пример – это переход с ОПП в ЕРП. Абсолютно классический пример. Даже после развертывания старая система может оставаться в эксплуатации в течение некоторого времени, пока новая система не продемонстрирует свою полноценность. Сущностью программной инженерии являются следующие выводы. Система программного обеспечения меньше, чем информационная система предприятия. Процесс создания и эксплуатации программного обеспечения является частью бизнес-процессов. Программная инженерия отличается от традиционной инженерии. Программная инженерия больше, чем программирование. Программная инженерия напоминает моделирование. Система программного обеспечения сложная. Давайте прям по порядку. То есть первый пункт – это система программного обеспечения меньше, чем информационная система предприятия. Ой, какая-то ерунду сказал, да? Как так? Но о том, правда это или нет, или вымысел, мы поговорим на следующем занятии. Продолжение следует...